Ну вот опять Есть вещи, которые мы воспринимаем с детства как некую данность И редко задумываемся об их происхождении Ну например, вот нот почему-то 7 Вот не 10, не 5, не 20, а почему-то 7 Зубов почему-то 32 Вот не 30 и не 40, а вот 32 Часов в сутках 24, а в часе минут 60 В окружности, понимаешь, 360 градусов А дней в году 365 Но больше всего меня интересует вопрос Почему нормальная температура человеческого тела 36,6? Вот ни больше, ни меньше Оказывается, температура у здорового человека 36,6 градуса вовсе не норма Температура человеческого тела относительно постоянный показатель За которым скрываются сложные химические и биохимические реакции Физические процессы, механическая работа Достаточно сильные колебания температуры происходят в человеке каждую долю секунды В миллиардах клеток постоянно выделяется тепло Этот не до конца понятный процесс называется обменом веществ То есть в клетку поступает питательное вещество С ним происходит химическая реакция И в результате образуется энергия и выделяется тепло Именно при температуре 36,6 этот химический процесс идет оптимально И человек чувствует себя здоровым Правда, 36,6 у него только под мышкой После столовой не тянемся, контрольная работа, не забудьте Нет Отстань! Тепло выделяется неравномерно В каждый отдельный момент в какой-то части организма идет более интенсивная работа Например, когда мы едим, слизистая желудка, печень, поджелудочная железа Короче, все органы, участвующие в пищеварении, работают интенсивно И, соответственно, греются больше, чем спокойная мышца на ноге В покое температура отдельных участков тела разнится Иногда даже на несколько градусов У здорового человека средняя температура может колебаться от 36,6 до 37,2 При температуре окружающей среды в 20 градусов Даже в нашем мозге происходит колебание температуры В зависимости от его загрузки Образно говоря, наш процессор постоянно греется Выражение «холодный ум» правомочное только потому, что ум — это мысли, а не мозги Температура вблизи внутренних органов, желудка, печени, почек Может превышать 37 градусов Человек побежал, и его мышцам потребовалась дополнительная энергия А еще температура тела колеблется в зависимости от времени суток Максимальное ее значение приходится на 16-18 часов Откуда взялось это 36,6? Просто врачи многократно мерили температуру подмышкой у разных людей Которые чувствовали себя хорошо Мерили бы в другом месте, и норма была бы иной Процесс терморегуляции складывается из банальных процессов термообразования и термоотдачи Во время работы в режиме аврала какие-то органы могут и перегреться Но на это наш организм оснащен специальным термостатом С датчиками по всему телу Он расположен все в том же мозге И умеет принимать молниеносные решения и предотвращать перегревы Термообразование не зависит от человека Он не может им управлять В процесс термоотдачи человек вмешивается систематически Помахивая веером, включая вентилятор, прикладывая лед или кутаясь в меха Критической считается температура 42,2 градуса Такой перегрев приводит к повреждению клеток мозга А это конец Правда, есть исключения Зарегистрирована температура тела 46,5 у человека с тепловым ударом Парень выжил Минимальная температура была зарегистрирована у двухлетней девочки В результате сильного переохлаждения 14,2 градуса И тоже все закончилось хорошо Нет предела возможностям человеческого организма Я понял, почему у человека температура все время 36,6 Просто у него, так же, как у хорошего автомобиля, встроен, понимаешь, внутрь климат-контроль И он, этот климат-контроль просто установлен на температуру 36,6 Жаль, вот только у человека, как у машины, нету подогрева сидений А то иногда очень нужно, очень В мороз включаешь и Подогрел себе сиденье Очень хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!